О его танцовщиках тоже говорят. Они парят над сценой. Первый свой спектакль Борис Эйфман поставил в 16 лет в хореографической студии Дворца пионеров в Кишиневе. Теперь без академического театра балета Эйфмана невозможно представить Петербург. Хореограф, интеллектуал, режиссер-философ сегодня отмечает юбилей. Поздравление с 65-летием принимает в родном городе. На радость поклонникам на сцене Александринки несколько недель будут идти лучшие эйфмановские балеты. Отдыхать юбиляру не придется. И день рождения не стал исключением. Ведь планов у эйфмана громадье. Ну, перебить сюда, значит, сколько балет? Ну, надо еще выбрать данный. Свои балеты Эйфман переводит в новый формат. Кино вошел во вкус. Экспериментирует с картинкой. Сам за монтажным столом. Уже готова Анна Каренина. Смонтированы 15 минут Онегина. Раз. Остановка. Раз. Надо чуть-чуть, дай пять кадров еще. Он рассчитывает по секундам каждый кадр. Балет на сцене и на экране разный. Теперь он это точно знает. Конечно, экран убивает практически все, что является сутью балета. Это вот живое человеческое тело, которое трепещет, которое выражает чувства. Каждый день семичасовые репетиции. Гастрольный график расписан до мая 2012-го. Все плотно. Израиль, Франция, Голландия. Но так было всегда. Больше 30 лет театр живет в сумасшедшем ритме. Вот и сейчас 8 спектаклей в Александринке. Стартуют с Анной Карениной. Русский бестселлер. 15 лет вне конкуренции. На репетиции Эйфман не щадит ни себя, ни своих танцовщиков. Вот уж действительно каторга в цветах. Но к таким прогонам привыкли. Здесь полноги даже на репетиции не танцуют. Иногда артисты злятся, иногда раздражаются. Иногда, безусловно, как любому человеку, нам хочется, чтобы нас похвалили и сказали, что мы лучше всех. Эйфман давно мечтает об академии и дворце танца. Проект грандиозный. Все продумал до мелочей. Интернат. Жилье для детей. Здесь же и учебные классы. Здесь 14 балетных студий. Здесь спортивный комплекс. Медицинский очень большой комплекс. Дух захватывает от такого масштаба. Настоящая балетная мека для танцовщиков будущего. Способных воплотить любую идею хореографа. Себе Эйфман отводит скромную роль президента. У меня будет зарплата 0 рублей. 0 копеек. Моя миссия в этой академии – это генератор идей. Это представление своего видения будущего учебного процесса. Это контроль за правильной реализацией этих идей. 23 года Эйфман реализовывал идеи здесь, на улице Лизы Чайкиной 2. Поставил все свои балеты. Место намоленное, чтобы не сглазить, стучит по деревяшке. Теперь здесь стройка. На кону главное дело – академия и дворец танца. Пока только цокольный этаж построен. Но Эйфман здесь как дома, знает что и где. Он здесь свой, без пропуска в любое время. Вместе с рабочими закладывал фундамент балетного Сколкова. Многие рабочие подходили со своими касками и просили у меня автографы. Я давал автографы на касках. Это было очень трогательно, потому что действительно просто рабочие люди, которые, в общем-то, казалось бы, далеки от балета. А окажется, вот, в общем-то, мы все питерские помешаны на балете. Строители обещают закончить комплекс к 2012-му. Эйфман им верит. Когда сил нет, становится невидимкой вне зоны действия театральной сети. Поле чудес. Здесь, на питерских крышах, к нему приходят неожиданные идеи. Тренажерный зал, например, сделать. Я вообще сейчас мало танцую, больше думаю. Но здесь хорошо. Здесь действительно очень тихо. И действительно можно ощутить себя как бы в одиночестве. Уже 11. Он последним уходит из театра, чтобы в 10 утра снова вернуться. Свой день рождения Эйфман тоже встречает на ходу. Так ему привычнее. Елена Ворошилова, Елена Коршунова, Кирилл Пальмовский, Сергей Хованец. Новости культуры. Санкт-Петербург.